Я, конечно, ни на что не намекаю, но у меня теперь есть активная группа в телеге и каналы в ВК и Дзене. Подписывайся. Здорово, бродишки мужские и женские. Хотите посмотреть на циничность и мразотство? Да, я инфо-цыганка. Бу-буль-буль-буль. Надеюсь, что через пару дней еще заблокируют и Ютуб, и все эти говно-разоблачители, вы останетесь голодными. Когда начинаются тяжелые времена, знаете, что происходит? Правильно, вылезают жулики и мошенники, как дерьмо по весне. И вот именно про такое дерьмо, повылезавшее после специально оперативных событий, нам сегодня и предстоит поговорить. Мы покекаем и парофлем с придаткой инфо-цыганки Лерча, который вдруг поднял голову из тазика с фекалиями, в который его окунули разоблачителя, и с набитым ртом начал огрызаться. Немножечко охреняем с Блиновской. Казалось бы, куда уж больше. Но похоже, что дна разочарования своей персоне она еще не достигла. Конечно же, я вам расскажу, что там с Эдвардом Бейлом. Спойлер. Его посадили. Также мы посмотрим, что же там делает после закрытия инсты инстажопница и буллерка Митрошина. Еще я вам расскажу про свой манифест Максиму Кацу и про посягательство латвийских властей на свободу слова. Ну и напоследок про врагов украинской государственности. Новостей, как ты сам можешь увидеть, у нас по-самой не балуйся, поэтому давай не будем затягивать, посмотрим полезную. Реклама. Знаете, к своему стыду я отвратительно знаю английский. И последние 10 лет я успокаивал себя фразой. Ой, да сейчас придумают супер-бупер синхронный переводчик, и мы все сразу позабудем про языковой барьер. Ну прошло десятилетие, и ничего не поменялось. Это и вундервафли нет, а язык я все это время не учил. А он бы сейчас очень пригодился бы, когда весь бугорный интертеймент послал нас. И фильмы с играми придется смотреть либо с отвратительным переводом, либо на языке оригинала. А язык там сплошь английский, и поэтому, чтобы вы не совершали моих ошибок, я хочу познакомить вас с школой английского языка Wall Street English, которая существует на рынке уже более 50 лет. Учиться в школе вы сможете как офлайн, так как школа насчитывает более 450 учебных центров в 28 странах мира, в том числе и в Москве. Так и онлайн в любое для вас удобное время. И большое преимущество Wall Street English в том, что большинство преподавателей носители языка. А программа настолько интересна и вариативна, что обучение превращается в развлечение. Например, вы можете учиться по сериалу, который был специально снят для школы. Сейчас Wall Street English дарит вам скидку в 30% на обучение. А учитывая времена, это крутое предложение, скажу я вам. Переходите на сайт школы и начинайте учить английский уже сегодня. Реклама окончена. И начнем мы с Артемчика. Ты наверняка спросишь, а кто это вообще такой, очередной какой-то Гусейн Гасанов? И в принципе да, ты будешь прав, это очередной Гусейн Гасанов, только менее успешный и еще менее известный для широких масс. Про него подробнее вы можете узнать из моего ролика про инфо-цыганку Лерчик. В общем-то этим он и известен. Он просто муж инфо-цыганки Лерчик. А еще он разоблачает инфо-цыган на канале Сашкинс. Но если вам нужен прям синапсис его жизни, то сначала он жил за счет своих богатых родителей, потом он жил со своей женой Голодранкой за счет своих богатых родителей, а потом он начал жить уже за счет своей жены, которая Аки Золушка из Голодранки превратилась в инфо-цыганку. Да, я торгую воздухом, да, я инфо-цыганка. Буль-буль-буль-буль. Но это не все таланты Артемки. Он, окромя попрошайничества денег у своей жены и на досуге разоблачения инфо-цыган, любит нести хуйню и повыщебываться в своей институте. Сейчас все это дело у нас заблокируют. Надеюсь, что через пару дней еще заблокируют и Ютуб. И все эти говно-разоблачители, которые снимали полную хуйню, бля, и все это время про нашу семью. А че бубнить-то, Артемка? Че, не правду, что ли, снимали? Называли нас мошенниками, инфо-цыганем, блядь. Не знаю, там еще какими-то разными словами, как нас не оскорбляли, что мы делаем нашу косметику в подвале и так далее и тому подобное. Я ж говорю, правду снимали. Вы останетесь голодными, потому что вам больше не про кого будет снимать, и некуда это все будет выкладывать. Вот, потому что все, что вы можете, это просто брать какого-то успешного человека и обсирать его, блядь, на свою аудиторию. И вокруг себя собрать эту говно-аудиторию, которой все это нравится, это дерьмо смотреть. Поэтому счастливы вам. Артемушка, во-первых, как это некуда снимать? Вон сколько соцсетей разной степени паршивости, но их же навалом. Кстати, подпишитесь, ну пожалуйста, а то и Артем победит. А про кого снимать, так это же вообще не проблема. Вон вы, жулики, уже лохов начинаете себе в телеги гнать. Будем вас из телеги выкорчевывать. В тяжелые времена, знаете ли, жулики всегда активизируются, и оттого вдвойне важно обычным людям про них рассказывать. Предупрежден, значит вооружен. Никто, конечно, не спорит, что и мы пострадаем, но вы, пи***асы, пострадаете сильней. Мы-то с вами думали, что после интервью Собчак платных сториз и синеньких настолок по 150 тысяч рублей Блиновская нас уже не сможет удивить. Но, как обычно, мы с вами ошибались. Очередное дно пробито, полимеры проебаны, а Ленусик покоряет новую вершину Морозотной горы. И как только началась спецоперация, Ленка почуяла, что запахло жареным, и, возможно, днюшки по 100 мультов остались в прошлом. Поэтому сейчас уже нужно начинать доить лохов по максимуму. И начинает очередной прогрев, в котором говорит, что, как обычно, все элементарно просто, и нужно всего-то помечтать, и все вокруг сразу помирятся. И если бы все покупали ее марафоны, то войны, ну тут, наверное, она имела в виду спецоперации, точно бы не было. И, коль это чеховское прогревальное ружье было нам показано, оно рано или поздно должно было выстрелить. И мы видим новый марафон дружбы за 15 тысяч рублей. И, знаете, очень даже гуманно на фоне синенькой настолки за 150 тысяч рублей. И, казалось бы, Ленка против вооруженных конфликтов. Ну так дай ты людям свой марафон бесплатно. Там, глядишь, и мир во всем мире воцарился бы. А в мирное время, возможно, кэш было бы проще зарабатывать. Но и на это у Ленки есть свой ответ. Бесплатный этот марафон не работает, дурачки. Увы, без цены не будет и ценности. А, так вон оно чё, а я-то думал, вы просто пи***сы охуевшие, которые синий картон за 150 тысяч продаете. Не, ну сейчас-то, наверное, уже по 250, инфляция ценностей хули. Ну теперь-то всё стало понятно. И, в принципе, 15 тысяч рублей за мир во всем мире достаточно бюджетненько. Надо Блиновскую в ООН отправить. Пусть она там всем свой марафон продаст и научит уже мир дружить. Но пока марафон не куплен и мир друг с другом не подружен, эти сволочи ставят Ленке палки в колеса. Всё, открываю счёт в Дубае. Пошла подписывать документы. И у меня народ уже бьёт копытом в очереди. А я-то всё думал, кто мне мешает спать и постоянно под окнами бьёт своими копытами. А это, оказывается, крова Блиновской. Никогда не стремилась ни к бизнесу за границей, ни к двойному гражданству, ни вообще ни к чему такому. К походу в школу на уроке русского, судя по всему, тоже не стремилась. Я честный налогоплательщик своей страны, даже учитывая, что правила пунктуации этой страны не знаю. И то, что 20% моей аудитории живёт в других странах, а теперь меня заставляют в это идти. Вот пид***цы. Вынуждают идти Ленку и стричь за бугорных лохов? Наши для неё, судя по всему, уже слишком бедны. Что ж, надеюсь, эта операция Ленки по децагонизации России от самой себя пройдёт успешно. Ну и напоследок, Ленок решила попробовать маркетинговую тактику шкилы из комментариев. В духе поставь лайк, если хочешь, чтобы твоя мама жила долго. Теперь, если вы не оплатите своей глупостью очередную Ленкину днюшку за 100 миллионов, то, ууу, вашим детям я не позавидую. Неужели у нас столько тупых людей в стране, что они ведутся на этот примитив и бред от Блиновской? Ну это же реально уровень продаж школьник в комментариях. Так, чё там у Санёчка с её глазастым куклёнышем? И, кстати, для тех, кто не в курсе, Санечка Митрошина прессовала нас рындочем давеча. Подробнее вы сможете ознакомиться с этим в этом моём ролике. А если вкратце, то буллинг происходил путём угроз и накрутки нам ботов в НСТ. Ха-ха-ха, в итоге её саму забулило наше государство, забанив цукерберскую помойку. И буквально вынудив её купить квартиру в Дубаях. Вот бедняга! Похоже на то, что фоткать свою жопу, мимикрируя пёт феминистку, Шурику больше негде. Что ж, посмотрим, как этого персонажа с заграницей воспримут и будут ли покупать её говнокурсы. Ну а пока она с своим куклёнышем типа миллионером. Охуевает сцен в Дубаях и параллельно не дружа вообще сарфа играть. Забавно, походу, чем более необразованный человек, тем он более успешный инфо-цыган. Странно, конечно, что наши мультимиллионеры не способны снять себе даже личное жильё в Дубаях. И для существования там им требуется сбиваться в инфо-цыганскую стаю и вместе скидываться на одну кунуру на всех. И на одну пропёрженную камри также для всех, потому что на такси у них тупо нет денег. Единственное, с чем им повезло, что в их стаю прибило Петру Хосипову. Он-то их научат, как зарабатывать. Максим Кац, нет ни одной причины, еб***ь, наших собак. Тебя осудил весь цивилизованный мир. Против проголосовало 143 страны. Тебя поддерживает лишь диктатор Варламов. Максим Кац, Типутин. Тут, кстати, клёвая новостёха подъехала. Что самого отбитого блогерского ублюдка всё-таки посадили. Присела Эдичка на год и два месяца колонии общего режима за ту самую историю с аварией на Садовом кольце. И что тут можно сказать? Наконец-таки давно уже пора. Ну и не заканчивать же ролик на грустной ноте. На днях я наткнулся на забавный сайт, на котором собраны враги Украины и любители войны. Собственно, сайт так и называется. They Love Bar. Извиняюсь за произношение, чтобы не быть как я, записывайтесь в Уолл Стрит Инглиш. И как же вы думаете? Как выглядят враги украинского народа? Возможно, речь идёт о этих негодяях. А вот нет. Враг народа выглядит вот так вот. Влад А4, блин. Вот же ты, падла, Влад. Ты виновен в том, что ты аполитичная тупица. Кстати, тут и Блиновская есть. Походу, её марафоны дружбы нигде не были оценены. А ещё тут есть Гусейн Гасанов. Ну, он, наверное, просто по привычке проплатил место в каком-то там списке. Ну, а хули нет, когда да. Там же столько звёзд, куда они без меня. Есть ещё и Егор Крид. Ну, тут сами понимаете, Егор первый в России попал в этот список. Есть и Дава. Но создатели сайта даже не знают, как его зовут, поэтому просто Дава. Они Анафини даже Артура Пирожкова придали. Это что получается? Он двойной агент, что ли? Рева за Украину. А Пирожков против? Да, после просмотра этого сайта вопросов остаётся больше, чем ответов. И в окончании ролика у меня важное объявление для вас, братва. Вы меня просто засыпаете своими вопросами на почту, в ВК, Телеграм, Инстаграм. Да-да, не удивляйтесь. Похоже, что VPN мы с вами освоили как отче наш. Ну, так вот, чтобы затащить весь этот объём вопросов, совместив при этом приятное с полезным, я придумал создать свой аккаунт на AskMe. Это новая функция Donation Alerts, которая даёт возможность подписчикам задать любой вопрос блогеру за небольшой донат. Причём сумму доната можете определять сами. Соответственно, здесь вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос. А я, в свою очередь, отвечу на все ваши вопросы в AskMe и зачитаю самые интересные из них в своей телеге и на ближайшем стриме. По-моему, идеи интересны и перспективны. Задавай мне вопросы на AskMe по ссылке в описании. Ну, а на этом всё, братва. На телегу, Бусти и ВК обязательно подпишись. Также обязательно несколько комментариев оставь, репостни ролик, лайк, подписка на канал и всё. Давай, до скорого.